На данной картинке у нас сейчас стартер от дизеля км-2. Жалоба клиента, что бывает на второй, третий, четвертый запуск, он убит, то есть слышно швычок, но стартер не проворачивает. На второй, третий раз начинает крутить. По заявленным симптомам был снят стартер и произведен осмотр. Михаил, подскажи мне, скажи так. Стартер, условно, можно разъяснить на две части. Это электромотор стартера и пусковая часть электромотора. Поскольку стартер определяет достаточно большую кодку, контакт должен быть достаточно хороший. Вот в этих контактах и существуют проблемы. Проблемы существуют и ранее контактов, и механический круг для этого контакта. В данный момент можно провести профилактические работы. Совершенно верно. Стартер у нас, слава богу, обслуживаемый. Его можно отвернуть, посмотреть, изучить этот контакт, насколько они вообще ремонтоприводные. Мы пришли к мнению, что этот стартер можно восстановить, втягивающий реле, простыми словами. Да, да, да. То есть, починив втягивающий реле этот стартер, можно тем самым его подчинить. То есть, мы вот эти контакты сейчас зачистили. То есть, банально вот этим приспособуем. Да, да, да. Приподнимаем вот этот контакт, поскольку он немножко умножен, для того, чтобы пластина равномерно прилегала к обоим контактам одновременно. Ну, конечно, в таких случаях тупо предлагается на новый стартер поменять. Ну, это такой, тупой такой вариант. Европейский, правильный, дилерский и т.д. и т.п. И второй вариант, допустим, сдать на ремонт. Вот. Или своими силами, своими силами провести противопривающий реле. Этот стартер может работать достаточно долгое время. Мы зачищаем контакты, выравниваем их. И сейчас будет пробовать. Ну, а результат, по факту, мы увидим, когда реально клиента отпустим. Если клиент спустя неделю скажет, явно, проблемы нет, то данная решена. Таким образом, более малой крови обходимся и дадим время ему. Да. Обслуживая ремонта пригодна. Вполне. Да. Так что, если есть на дизельном брилендере такие-то проблемы, то, как вариант, всем попробовать снять стартер, забрать. И, как на «Жигулях», есть так называемые пятаки, где происходит контакт. Здесь аналогичный механизм, по сути, в этом плане. И всю контактную группу мы банально зачищаем. Ну, и потом еще, естественно, обработаем химические там заставы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok